Живая музыка, пьяные крики под окном, топот каблуков от плясывающих посетителей. Все это жильцы дома номер 6 на проспекте Весеннем периодически выслушивают по несколько часов к ряду. Источник завышенных децибелов – ресторан «Верона». Очень весело, но здоровье уходит. Я лично уже в последнее время по 5 часов, 6 как корпоратив, я ухожу из дома, я вынуждена уходить, ходить, скитаться. Потому что если я не ушла, у меня поднялось давление, вызываю скорую. Ольге Анатольевне достаются самые сливки. Ее квартира находится прямо над рестораном. Из спальни вид на вентиляционную трубу, прямо под окнами черный ход из бара, а также место для курения персонала «Вероны». Нарушения санитарных норм повсюду. Товар, в том числе алкоголь, разгружают во дворе ежедневно по полчаса. Да еще и поздно вечером. Это доказывает видеозапись, которую нам предоставили соседи Ольги Красулиной. Улыбайтесь, а то не верят, что вы разгружаетесь здесь. Теперь видео будет. Я лично принимаю товар с переднего входа до 12 часов дня. А это версия генерального директора ресторана «Верона» Марии Трапезниковой. Мы не смогли поговорить с ней с глазу на глаз. Двери ресторана закрылись прямо перед нашим носом, как только сотрудники заметили телекамеру. Пообщаться с директором удалось по телефону. Ресторан сделан полностью по всем ГОСТам, по всем проектам. Все согласовано и все везде подписано. У нас вообще нет корпоративов. Благодаря замечательным соседям. Ну, бывает, приходят люди, сидят как бы тихо, спокойно. Никто никого не бьет, не ругает, не орет, не барагозит. Насчет спокойного и мирного характера посиделых гостей ресторана можно и поспорить. Во время одного из банкетов сотрудники Роспотребнадзора замерили уровень шума. Выяснилось, реальное количество децибелов превысило все допустимые нормы. И максимально составило 44. После этого Верону оштрафовали на 10 тысяч рублей. Такая мера жителей не устраивает. Мы все приехали сюда, чтобы улучшить условия своей жизни. Уехала я, уехала из центра на 50 лет октября. У меня вот где остановка главпочта. От шума от этого. Ну, и получается, что еще лучше. Мы бы хотели, вот, я не знаю, каким-то образом истить. Почему им выдали лицензию на алкоголь, когда здесь все под пиццерию делалось и утверждали, что будет пиццерия, да? И вдруг открывают ресторан, выдают лицензию. Для того, чтобы добиться элементарного покоя в собственной квартире, Ольга Анатольевна обила пороги многих инстанций. В общем, за полтора года накопилась целая стопка макулатуры. Но пока реального ущерба за незаконные действия ресторан не понес, его деятельность даже не приостановили. И такой случай не редкость, пояснили нам в Роспотребнадзоре. От засилия магазинов и кафе страдают сотни тысяч кузбассовцев, проживающих в многоквартирных домах. И уровень шума в подобных заведениях оставляет желать лучшего почти в 100% случаев. Практически те все предприятия общественного питания, кафе и рестораны, которые у нас расположены на первых этажах жилых домов, мы практически по всем им имеем определенные жалобы. И владельцы этих кафе и ресторанов, они принимают такие решения. Либо они полностью прекращают музыкальное сопровождение соответствующим образом. Либо они проводят какие-то шумоизолирующие мероприятия. Но это опять же требует определенных материальных затрат, определенных временных затрат. Предприниматели не хотят переезжать в отдельные здания, делать все по санитарным нормам. В общем, не желают терять деньги. Это понятно. Не ясно только, что делать простым гражданам. Тем, кого волнует не прибыль бизнесменов, а собственное спокойствие и здоровье. Анна Печенегова, Константин Червяков. Новости моего города.